Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакиржан. Династия, развалившую империю, не имеет права на трон. Это мое изречение проходит под номером 203 в списке изречений Дауира Шакиржан. Часто встречаются всякие дискуссии на тему того, что Романовы, потомки Чингисхана, потомки Аблайхана и т.д. и т.п. претендуют на власть. И некоторых видел, лично видел одного чингизида Тюре, который заявлял так. Назарбаев должен мне уступить власть. «Почему?» – спросил я его. И он ответил мне. «Я Тюре!» Ну, то бишь, потомок Чингисхана. И при этом вот, даже вот голова улетела. Задрано, да. Ну, так вот. Вот эти притязания на власть, основанную только на каком-то мифическом, полулегендарном происхождении от какой-то личности, не являются основанием. Для того, чтобы претендовать на власть. Да, в свое время династия Ашина создали державу, коктюрков, которые в историографию вошли как древние тюрки. Великий Каганат, великий тюркский Каганат, который вот от Тихого океана распространил свое влияние далеко на запад. И в царствующей династии был род Ашина. Из него произошли знаменитые деятели, знаменитые воители. Тот же Бельгер Хаганат, тот же Тон Ю Кук, который Тон Ю Кук называет, да, он ночной филин. Культигин, все это представители рода Ашина, династии Ашина. И у власти они тогда находились по праву. Потому что делом подкрепляли свою принадлежность династии Ашина. Но потом Каганат распался тюркский. Коктюрки сошлись с исторической арены. И после этого, после того как династия упустила власть, развалила Каганат, то бишь империю Коктюрков, притязание Ашина на власть, они беспорчены. И также Тимучин, который создал империю, объединив все кочевые и полукочевые народности в одно целое. Который победил Китай, который победил Тангутское царство, который победил Харизм Шаха и создал империю, основал империю. Он создал империю. Да, его потомки, потом Батуха и многие другие потомки были достойны. Они расширяли империю, укрепляли хулаку. Но потом империя распалась, империя развалилась. И у нас вот в Казахстане по традиции ханам должен был быть только представитель Туре, то бишь того сословия, которое якобы происходит от Чингисхана. Ну, скажем так, генетический анализ тогда не проводили. И многие те, кто причисляет к себе теорию, скажем так, таковыми фактически не являются. И вот притязание просто на том отношении, на том основании, что какие-то личности относят к себе, к Туре и притязают на власть, но они совершенно беспочвенны. Потому что та империя распалась давно. Если взять Аблайхана. Не факт, что он является Туре. В истории зафиксировано, что некий Сабалак проявил себя как государственный деятель. И Требия, Тюлеби, Азбекби и Этикиби решили привести эту личность к власти. Чтобы легитимизировать, они назвали его Аблайхан, потомком другого Аблая кровавого. И, скажем так, создали красивую легенду, что вот он Туре. И на этом основании Аблайхан создал, под нее крепил казахское ханство. Аблайхан поднял авторитет казахского ханства на высокий уровень, что вот вел свою независимую политику с Россией и с Китаем. С значимыми империями того времени. И сумел удерживать свои границы. Поэтому его потомков можно считать даже не чингизинами, а Аблайханидами. Но когда его внуки и правнуки развалили казахское ханство и казахское ханство впало в зависимость от России. Дальше его потомки не имеют права претендовать на трон, на власть. Потому что они не сумели продолжить дело своего предка Аблая, Аблайхана. Они развалили казахское ханство. Они покорились чужому государству. Поэтому их притязания на власть, они не просто бесплачны, они и смешны. И так же Романовый. Николай II допустил то, что большевики пришли к власти. Допустил резню в стране. Допустил то, что его расстреляли вместе с семьей. И теперь другие какие-то Романовы из-за границы, которые пытаются восстановить монархию с тем, чтобы самим занять трон. Они не имеют никакого права на это. Раз Николай II развалил Российскую империю, то все. Ну вот если сейчас Путин, который вытащил, в моем понимании, Россию из пропасти, может претендовать на это. Если он, скажем так, создаст династию Путинскую, это будет закономерно. Потому что он Россию удержал. В моем понимании, просто из пропасти вытащил. После Елицинской вот этой вахханалии. Вот он имеет право. А Романовы не имеют никакого права. И так везде. Династия возвышается. Почему? Потому что в этом роду находится личность, которая создает государство, укрепляет, расширяет, возвеличивает. Ну как тот же Петр I. А потом потомки разваливают. Все это. Естественно, эта династия теряет право на власть. Теряет право на трон. Вот что я хочу сказать, когда применяю это свое изречение под номером 203. Династия, развалившая империю, не имеет права на трон. До свидания. До новых встреч.